сегодня я вам расскажу о большом дубовом усаче международное название церамбукс цердо данный вид охраняется в европе входит в красную книгу россии обнаружили мы его в гурзуфе в крыму перед вами ветка срез ветки дуба дубу примерно 600 лет когда высохшую ветку срезали внутри оказалось десяток таких больших личинок и множество мелких длина самого жука достигает 35 55 миллиметров цвет черно-коричневый заселяет практически всю европу кавказ армения австрия азербайджан белоруссия хорватия чехия франция грузия украина крым германия венгрия иран италия молдова марокко польша испания швеция швейцария тунис турция великобритания так что данный вид охватывает своим ареалом практически весь мир лед жуков с мая по июнь взрослые особи питаются соком выходящим из ран дуба поэтому жуки как правило находятся на том же дереве из которого они вылетели предпочтение отдается старым деревьям иногда заселяется в дубовых панях жуки могут заселять как дуб так и бук граб вяз грецкий орех орех иногда липу для яйцекладки а самки выбирают ослабленные старые деревья с толстой растрескавшейся корой как правило в хорошо освещенных и теплых местах а под кору откладывается два-три яйца где в первый год личинки начинают развиваться первый год личинки достигают до 5 миллиметров и развиваются они в коре на второй год личинки внедряются в заболонь длина их уже достигает до 7 6 миллиметров вот я вам сейчас покажу вот место обитания личинок второго года на третий год личинка уходит в древесину внутренний ход уже непосредственно в древесине может вполне достигать одного метра скрытое развитие личинок 3 4 иногда даже 5 лет длина личинки которые последнего года и готова окуплиться и превратиться в жука до 10 миллиметров вот данный момент мы обнаружили личинку жука примерно где-то 10 миллиметров до когда она вытягивается достаточно шустрая сейчас я попробую развернуть и показать вам в лицо товарищи личинка окупливается в конце хода там где более тепло кстати по некоторым данным когда самка откладывает яйца через кишечник у нее в кишечнике в тонком отделе находится мицелий гриба который тоже откладывается рядом с яйцами личинки прогрязая ходы выносят мицелий гриба который распространяется по ходам вот в данном дереве я обнаружил вот такое вот большое плодовое тело мягкое пушистое вот где она работа это в самой колыбельки имела форму личинки которые там сидела вот вот еще ход вот там тоже под личинкой видите ход в нем что-то лежит это тоже плодовые тела гриба данную личинку мы поместим стаканчик с опилками данного дуба вот сюда и попробуем вывести жука и Продолжение следует...